Контрастный душ – процедура полезная, но только привыкать к ней нужно постепенно. В противном случае, даже здоровый человек от такой встряски может заработать нешуточные проблемы со здоровьем. А вот жители дома номер 8 в поселке Литвинова вынуждены закаляться постоянно. Разобраться в ситуации решили представители Щелковского управдома. Организация была создана в конце сентября по личной инициативе руководителя администрации Щелковского района Алексея Валова при поддержке общественной палаты. Ее главная задача – наладить диалог между администрацией, управляющими компаниями, председателями Советов домов и жителями. В чем же кроется причина, от которой страдают в первую очередь жители верхних этажей дома в Литвинове, выяснить представителям управдома пока не удалось. Возможно, дело в старых коммуникациях, которые не менялись с времен строительства дома. Мощности не хватает, насосы и фильтры не справляются, трубы заросли из звездковым налетом и ржавчиной. «Часто беспокоит нас то, что ржавая идет вода, и холодная, и горячая. Приходится питьевую воду набирать в трубиной из колодца. Вода постоянно желтая. Чего? Не постирать нельзя, ничего нельзя. Все время боишься, что машинка забьется, и там вообще идет гадость какая-то. Как такую воду можно пить? И пьем уже сколько лет, и отвощей. Без этого нельзя, или на колодец. Да, привозим воду, да и лестница с родителями. Невозможно. Ржавая вода из крана, ну, наверное, недопустимо, по меньшей мере. Зачем людям платить за воду из крана, ржавую, и еще ходить покупать воду в магазине. Поэтому мы надеемся, что власти услышат, примут решение конструктивное, и все вместе решат эту проблему. Сейчас у нас много программ, в которые можно войти, но это должно быть софинансировано. Как поселение, район, а так и области. И станцию обезжелезования, которая тоже здесь необходима, можно поставить путем вхождения в программы. Ну, а тем временем, новая управляющая компания «Эверест», взявшая дом на попечение 1 сентября текущего года, настроена на скорейшее решение проблемы. Трубы старые, многие закоцинированные, сейчас надо искать. Местами вырезаем, меняем, но это не один день работы. Работники у нас есть, как бы, квалифицированные, все работы будут выполнены. И я думаю, мы эту проблему по-любому победим. У людей будет и вода, и давление, все нормализуется. Итак, ситуация поставлена на контроль. В курс дела введены все заинтересованные лица и организации. Сдвинется ли дело с мертвой точки? Будем следить за развитием событий. Ольга Оржанова, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».